При проектировании мы соединили два берега реки и вовлекли в зону отдыха водное пространство. И с этим проектом победили во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Делится радостью глава Семикаракурского городского поселения. На создание подвесного моста получили грант. Мы провели проектно-смертные работы, экспертизы, получили положительное заключение. И буквально в феврале месяце будет объявлен конкурс. И до 1 декабря 2019 года, текущего года, мы должны выполнить этот проектную работу. Не остался без внимания в этом всероссийском конкурсе и благоустроительный проект «Азова». На реконструкцию Петровского бульвара город получил 50 миллионов рублей. Мы выбрали один из основных пешеходных маршрутов, который связывает практически весь центр города. Он очень востребован жителями сегодня. Это протяженность пешеходной сети порядка 550 метров. И там сосредоточены в основном все социально значимые учреждения города. Отмечают на собрании и успех Егорлыкского сельского поселения. Проект «Энергосервисный контракт» стал призером федерального соревнования. Местные власти придумали, как экономить на уличном освещении и заменили старые лампы на энергосберегающие. Если у нас раньше около 20% только светильников по улицам горело всю ночь, а остальное было в темноте, то сейчас у нас с 18 июня 2018 года вся станица у нас светится, начиная с темного время суток и до самого утра. Все улицы освещаются. Среди лучших практик 2018-го также идеи Новошахтинска, Орловского и Персиановского поселений. А в этом году губернатор призвал власти городов и районов сконцентрировать внимание на национальных проектах. На их реализацию федеральный бюджет направил нашему региону 34 миллиарда рублей. В том числе 14 миллиардов на 13 региональных проектов по направлениям демографии и здравоохранения. Больше 3 миллиардов на проект образования. Здесь важнейшая задача создания новых ясельных мест. Но не стоит забывать и о делах текущих, напоминает Василий Голубев. С одной стороны ритмичность и достижение цели по нацпроектам. С другой стороны в рамках этих национальных проектов решение совершенно конкретных задач. Одна из которых это системная работа по повышению уровня заработной платы населения и доходов жителей Ростовской области. Также среди основных задач повышение инвестиционной привлекательности территорий и благоустройства. Лидия Романченко, Виктория Щетинина, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону.